Всем привет, меня зовут Данил и вы на канале ВЗО. И сейчас мы расскажем, что же интересного произошло за эту неделю. Начнем с хорошей новости. К сожалению, в этот раз мы не выбрали победителя нашего конкурса комментариев, потому что никто так и не выполнил все условия, о которых мы говорили. А вы спросите, где же хорошая новость? Так вот, в этот раз мы удваиваем наш приз, поэтому смотрите наш ролик до конца, и мы расскажем все условия. А сейчас к основным новостям. Google Поиск рассказал о потребительских трендах 2021 года в России и мире со Staff.ru. В этом году в России вдвое выросло количество запросов со словами «вакансии удалены» и на 50% увеличилось количество запросов «витамин D». Кроме того, в мире стало на 50% больше запросов со словами «painting for beginners» – рисование для начинающих. А многие пользователи решились на серьезные перемены в жизни. В мире по сравнению с прошлым годом на 60% увеличилось число запросов со словами «how to write a resignation letter» – как написать письмо об увольнении. «Богатейшая женщина России потеряла более 3 миллиардов долларов» – московский комсомолец. Потеряла? Ох уж эти заголовки. Основатель Wildberries Татьяна Бокальчук с начала года потеряла 3,24 миллиардов долларов в рейтинге BBI – Bloomberg Bioners Index, который он публикует каждый год из 500 богатейших людей мира. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, или же исходя из соотношения их капитализации, кибида или цены акций к прибыли на акцию. И на основании этого индекса общее состояние предпринимательницы из России составляет 5,85 миллиарда долларов. При этом в начале года ее капитал оценился в 9,09 миллиардов. Теперь Бокальчук находится в списке богатейших людей мира лишь на 491 месте. Букинг должна выплатить штраф в 1,3 миллиарда рублей, заявила ФАС. На сервис еще в начале 2019 года ФАС пожаловалась опорой России. Она обвинила Booking.com в том, что сервис требует сотрудничающих с ним отелей давать лучшие цены только ему. Даже если клиент будет бронировать ночевку напрямую, гостиница просто не вправе предоставить ему более выгодные расценки. ФАС согласилась с доводами опоры России и в ноябре 2019 года выдала Booking.com предупреждение. Но сервис это предупреждение не исполнил, поэтому в декабре 2019 года в отношении Booking было возбуждено антимонопольное дело. И теперь ФАС наложила на голландскую компанию, которая владеет одноименным сервисом бронирования гостиниц, оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Это, к слову, один из самых больших штрафов в истории ФАС. И он, возможно, приведет к тому, что Booking может практически уйти с внутреннего рынка, сконцентрировавшись на предоставлении услуг россиянам за рубежом. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ой, б***ь! Ну и б***ь! Ну и б***ь! А мне нужно! Сначала года в России было продано свыше 2 миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют повышенный спрос подорожанием основных продуктов питания и отмечают, что лапшу стали покупать те, кто раньше относился к ней негативно. Например, пенсионеры. Кроме того, в ряде предприятий и компаний закрыли столовые, что также провоцирует спрос на дешевую лапшу. По последним данным Росстата, за год продовольственные товары в России подорожали на 10,8%. В целом годовая инфляция достигла 8,4%. И по прогнозам будет расти. Надо же успеть заварить, пока куранты не пробили. С Новым Годом! С Новым Счастьем! Россиянам предложили бургер из насекомых. Инфо 24 Уже никого не удивляет попытки создать искусственное мясо из сои и из бобовых. Но теперь из УЗ представителей бизнес-сообщества прозвучала новая инициатива. Производство искусственного мяса из растений и насекомых. Ожидается, что такая идея будет востребована на фоне повышения спроса на альтернативное мясо. Как же это выглядит? Сушеных насекомых перемалывают в муку, которая почти на 70% состоит из белка и содержит аминокислоты, а значит полезна для организма и может заменить мясо. И уже из этой муки готовят мясной фарш. Или основу для будущих вегетарианских сосисок и колбас. Следующий шаг – добавить ароматизаторы и усилители вкуса, чтобы котлета все-таки пахла котлетой. Кстати, во многих европейских странах уже можно свободно купить бургер из насекомых. Две котлетки и мы с вами сейчас посмотрим состав. Итак, 45% – это как раз вот эти специальные бафало-черви, созданные для производства этих котлеток. Вот такие наши новые знакомые насекомые. Владелец редко NFT из-за опечатки продал его за 3000 долларов вместо 300 тысяч – Forbes. NFT из эксклюзивной коллекции случайно был продан в 100 раз ниже рыночной стоимости. Его владелец допустил опечатку и выставил его на продажу в 100 раз дешевле, чем планировал. Он заметил ошибку уже когда разместил лот и не успел отменить продажу, так как токен был мгновенно куплен. Сейчас, судя по данным торговой площадки, этот токен продается почти за 321 тысячу долларов. Токен был из коллекции BoredUp Yacht Club. Это одна из самых популярных на рынке коллекции NFT. В нее входит более 10 тысяч цифровых артов с изображением мультяшных обезьянок. Их еще иногда называют обезьяна-аватарами. Самый дешевый рисунок из коллекции BoredUp Yacht Club стоит около 210 тысяч долларов. Что ж, у каждого из нас бывают неудачные дни. Похоже, я выбрал неудачную неделю для того, чтобы бросить курить. Похоже, я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить. Похоже, я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить амфетамины. Путин. Китай становится центром по производству спутника. ТАСС. Во время видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер сообщил, что подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью производителем из Китая. Ну, главное, чтобы технологии производства соблюдались и не прибавились новые побочные эффекты. Что за вакцина ходит? Китайская. Как себя чувствуете? Вообще, сыном в транспорте Берлина будут выдавать съедобные билеты с коноплей. Телеграф. Накануне рождественских и новогодних праздников в Германии обратили внимание на повышенное количество нервных срывов. Главный перевозчик Берлина, компания БВГ, решила сражаться с проблемой необычным способом. Билетами на автобус, изготовленными из конопли. Изготовлен такой пропуск в транспорт из специальной съедобной бумаги. В каждом билетике содержится не больше трех капель конопляного масла. Однако, даже такой концентрации, считают БВГ, будет достаточно, чтобы успокоить нервы и посмотреть на ситуацию проще, чем удалось раньше. Но научного доказательства позитивного влияния на уровень стресса подобных конопляных билетов нет. К сожалению, на этой неделе вы не поделились с нами вашими лайфхаками по экономии. Но мы надеемся увидеть их больше в комментариях к этому выпуску. А на этой неделе мы советуем вам не пропустить наш вебинар на тему «Как финансовая грамотность укрепляет семью», где будут даны ответы на вопросы «Что такое финансовая грамотность?» и «Как составить эффективный финансовый план семьи?» Вебинар пройдет 22 декабря в 17.00 по московскому времени. Не пропустите, ссылку на трансляцию оставим в описании. А на сегодня у нас все. Напишите свое впечатление о выпуске и новостях. А также поделитесь своим лайфхаком экономии. Не забудьте поставить хэштег «ВЗО конкурс». Лучший комментарий мы выберем, а о вашем лайфхаке расскажем в нашей рубрике «Совет от ВЗО». Не забывайте, на этой неделе у нас повышенный приз. Мы выручим победителю наш кубок «Гроза комментаторов» и сертификат «ВЗО на 2000 рублей». Хорошей вам недели. Пока!